К нашему эфиру присоединяется Алексей Буряченко, кандидат политических наук и глава Международной Ассоциации Малых Городов. Алексей, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Не слышим вас, Алексей. Уже слышим. Добрый вечер. Рады вас слышать и видеть. Ну, давайте поговорим с вами о малых городах Российской Федерации. Кто больше всего? Ну, наверное, можно в разных аспектах. И в социологическом, и в политическом на местном уровне, и в экономическом, что важно в первую очередь. Какие регионы, какие города пострадали больше всего от развязанной Путиным войны? Ну, все абсолютно очевидно. Тут дело даже не столько в городах, сколько в регионах. Есть регионы богаче, есть регионы беднее, есть регионы и вообще протестного настроения. Например, тот же самый Дагестан. Оттуда, кстати, брали вот в первые полгода войны очень много, пока там не начались уже откровенные протесты местного населения. А абсолютно правильно в сюжете было сказано, что такая тактика Российской Федерации, вот, местных штурмов, она еще была со времен Второй мировой войны. На самом деле ничего не изменилось. Ничего не изменилось по одной простой причине. Потому что Российская империя, как была раньше империей, так вот, так она и была при Советском Союзе империей, так и при Путине она осталась империей. В России никогда не ценили человеческую жизнь, потому что это всегда был классический авторитарный режим. Авторитарный режим никогда не щадит своих граждан. В этом, в принципе, является одной из ключевых отличий с демократиями. Потому что, когда есть демократия, есть плюоризм мнений, есть необходимость советоваться по ключевым аспектам с гражданским обществом. Ну, возьмем там полюсные случаи, да, вот, пример, с Соединенными Штатами или с Европейским Союзом. Там невозможно просто-напросто сотни тысяч людей кинуть в мясорубку принудительно, еще и на захватническую войну. Если любой правитель такое себе придумает, его просто снесут путем революции. Но в авторитарных режимах работает не так. И даже более того, они себе позволяют, основной акцент, вот даже вот в этом году, в 23-м году, кто и заканчивается, они делали как раз на заключенных, на зэков. Потому что страна большая, соответственно, тюрем много и заключенных много. Нам на самом деле даже тяжело представить, вот, на Украине, какое количество заключенных и тюрем в Российской Федерации. У нас постоянно даже уголовное законодательство либерализируется, либерализируются конкретные статьи. Убирается из них санкция, как позбавление воли, чтобы человек не терял социальные связи в местах заключений. Вот, а в Российской Федерации, в Путинской России, все абсолютно так же направлено против обычного человека, как и в Советском Союзе. Поэтому, соответственно, там даже какая-то была статистика когда-то, я вот не помню, правда, точные цифры, но чуть ли не каждый третий или четвертый имели судимость в Российской Федерации. То есть, исходя из этих колоссальных цифр, мы можем себе представить, насколько большой ресурсный потенциал у них. Вот, а относительно малых городов, регионов бедных, конечно же, есть такие места, где нет газификации даже, где люди живут в примитивнейших условиях, и для них те деньги, которые платят им, ну, либо ЧВК, когда еще вот был Вагнер, либо другие частные компании, либо Министерство обороны, это колоссальные деньги, которые они не могут заработать на протяжении всей своей жизни. А когда еще гробовые, ну, тогда вот жены и матери вообще иногда ждут, так сказать, чтобы их там муж или ребенок просто не вернулся, потому что это колоссальные деньги для них. И мы видели даже не один раз ролики, как они радовались на гробовые этим ладом калинам, да? Просто мы должны понимать, это огромнейшая страна, это бедная страна, где всегда будет это пушечное мясо. Среди зэков, среди тех людей в глубинке Российской Федерации, которые не понимают, что такое цивилизация, не понимают, что такое демократия, не понимают, что такое ценности человеческие. Это люди, которые просто заангажированы, они зазомбированы путинской скобейщиной и соловьевщиной, которые очень больны, у них психологическое нездоровое состояние. И тот культ смерти, который им навязывали уже много лет, вот как раз сейчас он реализуется в полной мере и является большим достижением, не сделая что-то полезное для общества, для страны, для себя, в конце концов, для семьи, для истории. А у них является наибольшим достижением, это умереть, умереть за Путина там, где он скажет. К огромному сожалению, мы имеем дело сейчас именно с таким врагом. Вот есть такой, Алексей, к вам вопрос. Значит, по данным ВЦИОМа, только 26% граждан Российской Федерации считают телевидение объективным источником информации. Семь лет назад такого мнения придерживалось почти половина государства. Аудитория мессенджеров, напротив, значительно выросла, ну, что очевидно, да. 11% населения называет их главным источником новостей. А как вы видите, с одной стороны, можно сделать вывод, ой, как хорошо, Скобеева и, значит, Соловьева, Симонян и всем вот этим людям на букву У верят меньше, но ведь Z-блогеры иногда куда опаснее, которые заседают в телеграммах и мессенджерах, потому что они показывают картинку больше, какой она есть, то есть вызывая у россиян еще больше чувства кровожадности, да, месть там за своих погибших и так далее. Как вы думаете, то, что россияне больше перемещаются в диджитал, будет делать их более осознанными и приводить к каким мыслям или нет? Эти вещи будут делать их более агрессивными, раз, потому что то, что можно показать в телеграмм-канале, зачастую не покажешь в такой степени по федеральным телеканалам. То есть даже там в передаче у Скобеевой есть какие-то вещи, где они хотя бы ретушируют, да, вот, там, ихние там потери, когда их там солдат, зэков, местные штурмы просто разрывают на части. Да, да, они не показывают. А в телеграмм-каналам, особенно анонимным, да ничего, да не запретит делать. Поэтому пропаганда через телеграмм-каналы, через анонимные телеграмм-каналы, через мессенджеры, как вы сказали, она, конечно же, будет носить более агрессивный характер. И тем более мы же понимаем, что такое диджитал. Если ты один раз в Гугл или в другой там какой-то поисковик забиваешь, там вот верхние там русские даже поисковики, там забиваешь Война, забиваешь Скобеев, забиваешь Соловьев, то тебе постоянно будут накидывать диджитал информацию по этим темам. И если в телевизоре у тебя хотя бы оно было разбавлено каким-то сериалом, каким-то фильмом, какой-то там познавательной научной передачей, то в телеграмме оно на тебя просто будет валиться круглосуточно. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Те люди, которые просто проявляют тотальную апатичность к политической жизни Российской Федерации. Таких людей огромнейшее количество. Они в основном сконцентрированы в больших городах, в том же Москве, в том же Питере. И эти люди понимают, что на политическую повестку они вообще никак не влияют. Что Путин это убийца, и ему абсолютно плевать на то, что думают россияне. И поэтому в какой-то момент они просто перестали следить за новостными сюжетами. Они ничем политическим не интересуются. И даже на выборы, собственно говоря, и не ходят. Поэтому та явка, которую Путин будет рисовать 17 марта следующего года, не знаю сколько, 50-60 процентов, она, конечно же, будет нарисованной и абсолютно неадекватной. Потому что есть агрессивные адепты войны. Но их немного, их там до 5 процентов. А основная масса это абсолютно апатичные люди, которые даже новостей не смотрят. Интересно, почему Кремль и российские пропагандисты не меняют стиль своей пропаганды? Они, вы знаете, такое ощущение, что они работают по советским лекалам. Если телевизор о чем-то не рассказал, значит этого не было. Во времена интернета, телеграмма и других соцсетей. Да вот даже сегодняшний пример со сгоревшим, разрушенным дотла новочеркасском РДК. Путин и Шойгу на голубом глазу рассказывают. Россия, которая уже проскролила весь момент взрыва и фотографии остатков этого корабля. Они рассказывают о незначительных разрушениях. Ну, вы же прекрасно знаете, вы же профессиональный журналист, как работает пропагандистская система уже очень давно в Российской Федерации. Они берут чуть-чуть правды, 5 процентов, 95 процентов абсолютной лжи и перекручивают ситуацию в то русло, которое нужно. В данном случае, в данном примере, который вы указали, абсолютно очевидно, что был взрыв и, скажем, да, разрушения носят, ну, катастрофический, дотальный характер. Они не могут этого не признать, потому что действительно это все разлетелось уже через мессенджеры и социальные сети. Но уменьшить степень этого не могут. Что они, собственно говоря, и делают. Ничего, как там, да, классическая фраза, все не так однозначно. Ну, ну, где-то примерно в этой логике их пропаганда идет, когда они, ну, просто им нечего ответить на ту правду, которая существует даже на поле боя по поводу огромных потерь, по поводу мясных штурмов, по поводу того, что они угробили огромное количество своих офицеров. Они угробили более 200 летчиков. Чтобы обучить одного летчика, нужно потратить примерно 3 миллиона долларов. Они угробили уже больше 200. Они угробили элиту своей же армии, которую сейчас, в 23-м году, заменили зэками и мясными штурмами. Для того, чтобы их так сказать, их армия вернулась хотя бы в состоянии на 2 года назад, им нужно обучать кадры еще как минимум лет 10-20. Вот и мне кажется, на самом деле, обычные россияне, конечно, этого и не понимают, и не поймут. Поэтому продолжатся мясные штурмы, потому что по-другому воевать уже просто Российской Федерации некому. На самом деле, вот этот нарратив, который очень часто используют сами пропагандисты о том, что у России очень большой человеческий ресурс, и вообще их много, является ложным. Потому что в ином случае бы Путин провел демобилизацию. А как раз вот эти все претензии солдатских матерей и жен связаны с теми, что их близких не возвращают с фронта, они все за войну, но их не возвращают. А как вы думаете, какая-то критическая масса может набраться вот этих недовольных? Мы этот вопрос регулярно поднимаем, и, как вот говорил Валерий Залужный, что 100-150 тысяч, думал, критическая масса будет, сейчас уже 350 тысяч и даже больше. Вот какое-то, вы думаете, какое-то количество погибших может быть в России, чтобы они действительно остановились, пришли к каким-то действиям? Полмиллиона, миллион. Я не зря вспомнил ту мифологему, которую путинская Россия реализует уже несколько, скажем, десятилетий. Это распространение культа смерти, для того, чтобы высшее достижение, это умереть за политические цели своего хозяина, своего духовного лидера, которым для многих упоротых является действительно Путин. Поэтому, к огромному сожалению, действительно, мы видим, что количество жертв уже огромно, но, к огромному сожалению, они не приводят еще пока к каким-то таким серьезным изменениям в внутренней политической ситуации в самой Российской Федерации. Но я могу сказать точно, когда это начнется 100%, и за эту информацию я ручаюсь. Это начнется ровно после 17 марта следующего года, когда Путин потеряет окончательно свою легитимность, как на международном, так и на внутреннем уровне. Потому что, прежде всего, это будет ситуация очень дискомфортна для элит Российской Федерации. Потому что, конечно же, результаты выборов в тоталитарной стране никто не признает. Россия уже вызнана диктатурой, а Путин диктатором. Даже можно посмотреть последнее решение Рады Европы по этому поводу. То есть, конечно же, в диктатуре, ни о каких выборах, ни о каком плюрализме речи абсолютно не идет. Поэтому, как следствие, никто не признает Путина следующим президентом, сколько бы он там процентов явки или поддержки себе не рисовал. Хоть 80, хоть 90, хоть 100. Это абсолютная аксиома. Признают его несколько стран в мире. Ну, возможно, Северная Корея, Иран, может быть, Китай, ну, может быть, кто-то еще там, Венесуэла. Ну, вот я вам так сказал. Четыре страны, максимум пять, которые его признают. А вот дальше, посмотрите, что происходит. Дальше Путин не сможет включиться в работу никакой международной площадки. Ни Организации Объединенных Наций, ни тоже G20, на котором вот он по интернету выступал, когда оно было в Индии. Потому что он не будет признанным президентом. Он не будет нести никакой легитимности. А вот и вот это вот отсутствие внутренней легитимности, вакуум внутренней легитимности в Российской Федерации, потому что Путин будет просто бесполезен на самом деле, он как раз и начнет приводить к тому, что элитам будет уже выгодно, чтобы Путин поскорее ушел в небытие для, так скажем, качественной перезагрузки внутри самой Российской Федерации. И тогда уже как раз западный мир начнет также максимально активизировать и оппозицию, которая сейчас работает вне пределов Российской Федерации и начнут поднимать голову внутренняя позиция в самой России. Не зря много сейчас опять заговорили про Навального. То есть к чему я веду, резюмируя, вот этот вот результат выборной кампании, которую Путин хочет показать как свою феерическую победу, скорее всего, по своего последнего президентского срока, как раз и станут началом его конца. Будем надеяться, что ваш прогноз оправдается. Проверить это сможем уже буквально через несколько месяцев. Спасибо огромное вам за это включение. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова